приветствую товарищи подростки и такой же студент подросток боже уже просто с сединой и я знаю что ужасно сразу отсылать к своему же видео но черт возьми но это же прямо из этой серии да это подросток и бабушка умерла говорит лучший друг моего сима по какой-то причине о это прям как из моего где это голубь это что мертвая бабушка хотим сразу да может быть очень жестоким как и такое отношение к коту кто-то решил сделать нового всем пока у тебя есть настоящий идут внезапно эросу не нравится что муж или супруг создает нового кота в игре и у меня больше вопросов имени кота эрос серьезно что вы делаете с бедной зверушкой ладно как-то больно начался этот выпуск вот вам немного призрака влада акушера чисто чтобы расслабиться знаешь рожаешь нервничаешь и такой надеюсь доктор будет хорошим в это время доктор призрак вампира это должно быть худшая комбинация дауни это горожане которые рандомные и населяют город и знаешь нет это не самое худшее окей нижняя половина верхняя мне кажется люди так ходят хорош люди делают вот такие прически так что это еще реалистично моя любимая это когда в одном из выпусков был чел полностью топ-лес с шляпой цилиндром какого-то ирландского гнома и тоже колготки вот это все все что по какой-то причине тауни любят горожане любят моды конечно это могут поправить и здесь небольшое обсуждение по поводу того что игроки которые могут использовать моды но не используют в чем ваша причина то есть бла-бла длинное обсуждение но типа интересно что заставляет вас не хотите использовать моды или сиси не осуждение чисто интерес я вас радостью в комментах глянул что вы напишите я постоянно об этом говорю но мои главные причины это во первых том что игра которая разваливается еще больше разваливается потому что ты цепляешь за нее вещи которые не подразумевались и да некоторые моды могут чинить игру но тогда это уже не совсем то да и плюс каждый раз когда игра обновляется тебе вроде бы как нужно обновлять моды которые кто знает когда там мододелы решат подогнать под актуальную версию игры а мне как автору не хочется зависеть от такого количества переменных представь что у тебя четкий график ты не можешь снимать прохождение потому что в нем используется мод который еще не обновили под дополнение да привет от меня от монтажного рома и еще одна причина авторская блогерская причина это то что мне необходимо чтобы вы узнавали игру да я могу запихнуть туда супер героев и какие-нибудь болезни что-нибудь 18 плюс но для того чтобы вам достичь этого же нужно будет тоже скачивать все эти моды а так чтобы играть как я вам не нужно делать никаких махинаций окей ладно это слишком долгое рассуждение давайте дальше к хихонькам и хахонькам лайк за хихоньки подписка за хахоньки кое-что пошло абсолютно неправильно любят друг друга прекрасная совместимость помолвлены сестра и я не ожидал видео я обещал так черт у нас вы слушайте я не знаю что здесь такие простые аккорды можно и брать даже не открытыми а так ладно это уже музыкальная теория извините она отправилась на пробежку пока ела жареный сыр не ну служим тратить калории сжигать их нужно их сначала приобрести так что в принципе логично ой знаете в какой вы команде стены полностью подняты стены наполовину опущены знаете динамическое отображение стен или полностью опущенные стены я помню что когда я смотрю дома вы всегда такие подними стены пожалуйста так все будет видно но из-за того что дома как правило небольшие то эти стены перегораживают все и как раз ничего не видно поэтому я всегда играю с динамическим отображением стен то есть стена которая ничего не перегораживает она собственно показывается потому что ничего не перегораживает но если стена мешает то она опускается и в этом и смысл динамического отображения стен хотя некоторые из вас может играя с полностью опущенными стенами знаете я вас не видю всем и грешно кот спит рядом с ребенком знаете мне нравится что теперь за детей играть интересно да я сказал это но действительно с выходом допа про младенцы у нас теперь очень даже интересные дети которыми есть чё поделать есть куда развиться кучу всего происходит у них в первый раз и собственно это теперь можно прекрасно отыгрывать короче детей сделали кайф вот учить их на велосипеде кататься конечно может не настолько кайф до паркур про рандомный горожанин тупо целует моего сима я его даже не знаю осторожнее гуляйте в парках господа кстати о неожиданных удовольствиях помните как мы с дифмарка разыгрывали ключ на ховард вот за этот отзыв андрей гусь получил игру все сработало и в новом розыгрыше мы с дифмарк разыгрываем уже три ключа ремейк резиденты в 4 ключи кстати без ограничений работают в рф и снг в целом для участия достаточно купить любую игру у продавца full game хоть на 50 рублей после чего оставить отзыв на траст пайлоте не забыв указать номер своего заказа по моему промокоду кстати получите 10 процентов скидки на любую покупку и да это мои последние приобретения я сам затариваюсь на дифмарке наконец взял себе лицензию в одной из своих любимых игр причем здесь ты можешь взять не только игры но и просто пополнить баланс steam или даже купить со ссылка на дифмарка полгей будет в описании надеюсь все понятно покупая игру используя промокод оставляю отзыв и выигрывай в конкурсах обратно к выпуску мой маникюрщик знаете я примерно так вижу тех маникюрщиков которых рассказываю дамы которые уезжают на корейбе допустим отдыхать а потом видят как им кубинцы сделали ногти такие господи придется отрезать пальцы и да этот пост был спонсорском реддите но мне кажется он настолько важный что нельзя не показать его и здесь те кто видит это второй раз извинить но если ты помещаешь деньги в сейф сейф все также стоит 3000 и ты уберегаешь деньги от грубо говоря уплаты налогов то есть ты не платишь счета по ним с другой стороны я сейчас подумал что ты и дивиденды не получаешь исходя из суммы своего бюджета ладно все равно мне кажется очень крутая подсказка правда теперь я не знаю по каким причинам но классно кто-нибудь еще делает специально портреты для своего кладбища вау я не знал что так можно было фотографии цепляются к камням могильным или это через move object сделано о и немножко о странностях логике игры потому что этого предостаточно но эту странность я вижу впервые назвали сима инопланетянином и во первых он такой но я не инопланетянин как они могли подумать что вьена инопланетянин она никогда даже не было на сексами и в то же самое время рядом с этим мудлетом мудлет мол я же очевидный инопланетянин как они могли подумать что я обычный скучный сим вьена очевидно инопланетянин да обязательно это в конце мудлета так что мой детский сим услышал как близнец плачет и такой ты плачешь мне тоже надо плакать мы мы плачем младенцы ведь по такой лайки работают в жизни кажется и знаете чему я удивлен как мало постов про младенцев что здесь что в спонсорском рейте который вышел недавно то есть за этих мелких засранцев теперь наконец-то интересно играть и внезапно весь reddit молчит но типа классно же но нет классные вещи не интересуют людей негатив притягивает внимание и блин надо назвать видос типа младенцы худшее что случалось в sims 4 и вы увидите у этого видоса будет раза в два больше просмотров чем обычно на канале я действительно далеко пошел с этим вдохновением наверное слишком далеко и до снаружи это могли может выглядеть немного прям плохо че уж там да на самом деле внутри тоже так себе мне не очень нравится текстуры прямо вот выбор предметов но планировка и в целом идеи вот как на этом чертеже было бы идеально то как ужасно это сделали здесь блин извиняюсь извиняюсь мне не очень нравится реализация но идея реально хорошая если кто-нибудь такое построит пожалуйста скиньте в телегу и да это мой кот играет в майнкрафт ничего необычного смотри дальше ссылка на телегу естественно в описании и один из симов в династии выглядит так знаешь борода исправит все реально если сим выглядит некрасиво длинные волосы очки борода фактически его лица больше не будет существовать и играть и снова будет интересно ну если вы конечно ужасный человек и вас интересует внешность все мы знаем что красота внутри так говорят некрасивые люди до должно быть я больной но моё семейное древо выглядит вот так и вау вот вот это вот все вести это конечно безумно интересно но меня тут смущают некоторые пересечения родственников слушайте а это я не зря выучил боже одно из лучших вложений двух минут своего времени знать свитхом алабама на гитаре снэп появился в качестве няни зато ребенок вырастет офигенным кстати две минуты уделить внимание на то насколько офигенными стали нянечки в sims 4 может они такими и были но я впервые полностью в них погрузился без эротики по отношении к нянечкам даже если они красивые вот после этого погружения стало видно насколько легче управляться даже многодетной семьей потому что через нянечку по сути можно действовать ты становишься как вот эти вот мозгом в черепашках ниндзя который был в теле и тело это твоя няня то есть не дееспособный младенец теперь дееспособный и ты можешь через нянем говорить хочу мыться подотри мне я в целом очень очень сильно советую зато эти дня нечек не в эротическом смысл реально это шедевр ой какие удивительные вещи иногда могут быть шедеврами я недавно нарисовал все картины в игре чтобы проверить какие из них самые дорогие самые дешевые шамы шедевральные и так далее и должен сказать что результаты меня очень сильно удивили если ты не в курсе что за видос это вот а этот уже закончился